Я только хотела, чтобы все знали, что картины были моими. Маргарет Кин, настоящее имя Пегги Дорис Хокинс. Родилась 15 сентября 1927 года в Нэшвилле, штат Теннесси, американская художница. Маргарет очень известна как художник и иллюстратор. Ее работы были очень популярны в Америке в 60-е и 70-е годы. История Маргарет не очень обычна. О ее жизни в Голливуде даже сняли фильм «Большие глаза», так он называется, биографическая драма режиссера Тима Бертона, премьера фильма которого состоялась 15 декабря 2014 года в Нью-Йорке. В России она была, по-моему, в 15-м году. Я рисовала нон-стоп днем и ночью. Ложь и вся ситуация, которая последовала, была ужасной. Фильм отлично сделан, просто фантастика. Маргарет Кин. Маргарет совсем не великая художница с точки зрения высокого искусства. Секрет ее в простоте и притягательности образов. Маргарет и Олтер Кин познакомились на выставке в 1955 году и вскоре поженились. К тому времени Маргарет была разведена, имела маленькую дочку и была начинающей художницей. А Олтер был талантливым предпринимателем. Он сразу просчитал свою выгоду от этого брака и восторженно откликался о художественных работах жены. После свадьбы Олтер перешел от недвижимости к арт-бизнесу. Он начал продавать картины своей жены в клубе в Сан-Франциско. Однажды, когда Маргарет пришла в клуб, чтобы посмотреть, как идут дела, она поняла, что муж выдает себя за автора ее работ, подписывая их своей фамилией. Торговля картинами Маргарет приносила хороший доход. Маргарет все же хотела отстоять свое право на авторство. Но муж уговаривал жену не предавать огласке факт псевдоавторства. Один из веских доводов, что женщину в сфере искусства общество не воспринимает и не воспримет никогда, заставил Маргарет согласиться на молчание. Несмотря на обман, Олтер был непревзойденным бизнесменом и смог заработать миллионы долларов в 60-е годы, когда возник огромный спрос на картины Маргарет. Стал очень популярен сюжет с огромными глазами, которые некоторые называли «глаза Кин» или «большие глаза». Благодаря типографиям и иллюстрации Маргарет Кин были распространены и востребованы покупателями. Герои картин изображались везде, где только было можно. На календарях, открытках, кухонных фартуках. Оригиналы картин раскупались молниеносно, за очень большие деньги. А Болт и Рекиня, выдающему себя за автора, тогда говорили, он продает картины и картинки картин, и открытки картинок картин. Маргарет работал над своими шедеврами ежедневно по много часов, а в это время ее муж, упиваясь славой и признанием, имея постоянные связи на стороне, вел праздный образ жизни. Уолтер частенько напивался, оскорблял супруга и подвергал эмоциональному насилию. Иногда он даже запирал Маргарет в студии, запрещая ей чем-либо заниматься, кроме рисования. Жестокое обращение Уолтера в конечном итоге достигло своего пика, и Маргарет, набравшись смелости, забрала свою дочь и ушла. Художница развела с Уолтером в 1965 году и уехала жить на Гавайи, где она позже вышла замуж. В радиоинтервью в 1970 году Маргарет рассказала, что она была фактическим автором знаменитых работ кино. Уолтер же в свою защиту утверждал, что Маргарет лжет. Она подала против него судебный иск. Разбирательство проводилось в судебном порядке. Из-за таих дыхания люди ждали развязки. Судья прибегнул к самому простому способу – рассудить бывших супругов, потребовав от истиции ответчика нарисовать ребенка с характерными большими глазами. Уолтер Кин отказался рисовать, сославшись на недавнюю травму плеча в качестве оправдания. А Маргарет понадобилось всего 53 минуты, чтобы представить готовую работу. Таким образом Маргарет подтвердила свое авторство. По исковому заявлению Уолтер Кин должен был выплатить своей жене 4 миллиона долларов – компенсации. Однако он на протяжении 20 лет подавал встречные иски на бывшую жену, обвиняя ее в клевете. И в итоге в 1990 году Федеральный апелляционный суд отменил назначенную компенсацию. По-моему, это несправедливо. Маргарет Кин не стала оспаривать решение суда. «Мне не нужны деньги», – сказала она. «Я только хотела, чтобы все знали, что картины были моими. Мое участие в обмане длилось в течение 12 лет и является тем, о чем я буду сожалеть всегда. Однако это научило меня оценить возможность быть правдивой, и что ни известность, ни любовь, ни деньги, ни что-либо еще не стоит нечистой совести». Позже, после развода, Маргарет примкнула к секте свидетелей Иегова. Многие говорят, что если судить по ее творчеству о психологическом состоянии, это ей пошло на пользу. После развода с Маргарет Уолтер Кин прожил еще 35 лет, но не написал ни одной картины с большими глазами. Лучшие работы художницы в наши дни находятся в музеях современного искусства в США и многих столицах мира. На аукционных торгах «Большие глаза» Маргарет Кин продаются за сотни тысяч долларов. Маргарет Кин уже за 90 лет, и в настоящее время живет она вместе с мужем в штате Северная Каролина. И еще иногда пишет свои картины с большими глазами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова